привет меня зовут валерия рене я художник анималист работа в смешной технике преимущественно с акварелью добавляю к ней различные инструменты и материалы на одном из эфиров вместе с вами я рисовала вот такого петербургского льва и мы нарисовали вот до вот этого момента дальше мне хотелось добавить еще фон я решила ставить это на дополнительное видео в котором вам покажу как можно с помощью фона дополнительно усилить контраст и подчеркнуть главного героя но сразу скажу что для меня здесь сейчас в этом моменте в этом рисунке это будет немного спорный момент и некий эксперимент потому что я не уверена что это классная идея но чтобы наиболее как бы точно себя подвести к успешному результату я буду использовать именно в работе в рисунке в добавлении этого контраста черный линер и черный вот такой ну как как это называется в общем кисть которая как линер но только работает как мягкая кисть маркер по сути это маркер вот то есть моя задача какая с помощью фона выделить наиболее контрастно сильно еще такую большую глубину показать выделить вот этот главный элемент и здесь акварель может с этим не справиться потому что она сама по себе более прозрачная более нежная и даже черный цвет акварелью он будет ну такой немножечко как будто бы ему будет недоставать насыщенности тона поэтому здесь я пошла бы либо в сторону добавления гуаши или акрила например даже матово либо сторону добавления гель в ручке маркера или черного линера вот я буду пробовать с по сути маркером и с черными линерами и попробую добавить этот фон так чтобы это смотрелось красиво интересно и не банально решила нашу основную задачу по выделению главного элемента и при этом оставила вот эту легкость акварельную красивые перетекания заливки в общем как-то попробует он добавить и в общем давайте будем это делать вместе начну достаточно смело закрывать здесь участки по левой стороне вот интуитивно начала это делать по левой стороне потому что с левой стороны ой по правой стороне прошу прощения по правой стороне потому что с правой стороны у нас больше тени то есть нас солнышко падает с левого угла направо и значит с правой стороны условно больше света поэтому как-то хочется вот мне сразу начать здесь закладывать темный цвет по референсу возможно захочется добавлять какие-то красно-коричневые оттенки и это нормально потому что референс нам собственно диктует это и можно попробовать добавить именно эти оттенки но опять же можно попробовать это сделать акварелью можно попробовать сделать это другим материалом почему я не делаю ставку здесь на акварель потому что в данном случае акварель на моем фоне но она не дотянет она не решит задачу поставлена именно поэтому я вместо акварели беру другой материал возможно если вы рисовали по этому эфиру этого льва и у вас фон получился светлее то вполне возможно что в вашем случае акварель будет очень классно смотреться и прямо четко она всю задачу решит вот сейчас я начинаю пока так смело и активно закрывать только участки в середине но например мне не нравится и я думаю что это будет в принципе плохой вариант если фон будет в итоге расходиться таким вот овалом скажем так по кругу ореолом таким это будет смотреться не очень вкусненько не очень красиво поэтому будем сейчас искать то самое пятно вместе с вами и вот сейчас у меня закрылась уже как-то так интересно поинтереснее стало смотреться потому что выделился на шлеп но я продолжаю это вот я же говорю чистый эксперимент у меня нет готового решения по этой работе то есть я не могу сказать наверняка что я делаю все правильно но если я не буду пробовать я в будущем не буду знать как правильнее как лучше и каких-то других подобных ситуациях у меня не будет также верных решений и опыта необходимого вот я сейчас что делаю закрываю опять же больше правую теневую сторону и в этом месте уже начинаю закрывать частично то есть по центру закрывала плотно здесь уже закрываю частично начинаю штриховать для чего это делать для того чтобы потом перейти ой и там заштриховала немножко для того чтобы потом перейти на штрих с помощью линера то есть у меня здесь плотное пятно по центру дальше краям я иду с большим размытием но не размытием а вот растяжкой такой по тону чтобы получалось более плавно плавно переход от плотного глухого черного к акварель и вот сейчас я буду брать линер ты беру 04 пока что по толщине и и начинаю подштриховывать вот эти части которые у меня были закрыты маркером и тут уже можно смотреть где линер большей степени добавить где в меньше то есть линер он дает более тонкую аккуратную линию соответственно я могу более деликатно прорисовывать какие-то участки и мне становится легче контролировать плавный переход от черного к цвету фона вот видите то есть вот он плавный переход плавная растяжка пошла самое главное это вот этот глухой черный который я заложила маркером его плавненько растянуть эти приемы смешанной техники когда мы соединяем линер и акварель я очень много использую и в своих интенсивах которые сейчас на сайте доступны с рисованием животных с рисованием растений и на курсах особенно приема в акварели акварельный скетчинг животные там вообще очень много с этой темой мы работаем особенно на последних уроках эти курсы доступны только два три раза в год открываются в остальное время они приобретению недоступны но и также так как в принципе я работаю в смешанной техники для меня эта техника основная соответственно эти приемы я показываю и на других курсах тоже про них рассказываю и мы их пробуем на практике например из ближайших которые будут стартовать в июне это курс такой достаточно объемным большой базовый от эскиза к серии картин на котором мы учим учимся создавать работы продумано работать не только над одной какой-то работа на целыми сериями мыслить сериями так чтобы у нас складывалась потом целая история из нескольких работ и вот теперь у нас появляется вот эта плавная растяжка она смотрится уже интересно она смотрится фактурно вот так потихоньку потихоньку мы ее добавляем сейчас помощью штриха конечно много можно решить очень много задач классно красиво потому что штрих когда мы им владеем он помогает нам четко точно опрятно показывать какие-то детали он помогает нам добавлять фактуры ну и раз я рассказываю про свои курсы то по штриху это курс по графике который поделен на две части это начальная первая ступень и продвинутая 2 это мы как раз именно линерами учимся штриховать и с помощью рисования линерами различных растений мы осваиваем технику штриховки осваиваем работу с композицией потому что это тоже очень важный момент и даже для понимания того как пятно темное располагать в работе тоже это очень важно и вот у нас смотрите получается какая объемная работа то есть сразу она выглядит сложнее сразу она выглядит интереснее потому что появились фактуры потому что появились контрасты еще больше и все наш лев теперь уже не такой простой как начале и вот тоже это тот момент смотрите прямо сейчас хочу обратить ваше внимание когда мы что-то нарисовали и думаем добавлять ли еще что-то или оставить как есть и вот этот страх испортить рисунок он не позволяет зачастую нам попробовать что-то еще добавить чтобы просто вот как исследователь посмотреть а что будет что получится и мы можем себя за счет этого лишать очень классных результатов поэтому я вас призываю пожалуйста не бойтесь пробовать не бойтесь экспериментировать и смотреть что у вас получается если вы добавляете те или иные но способы рисования какие-то решения принимаете в своем рисунке можно это делать на небольших рисунках на каких-то скажем так тренировочных выбирайте для себя вот эти тренировочные дни можно даже так раз в неделю два раза в неделю когда вы просто пробуете в рисунке что-то новое добавить как-то по-другому решить и подходите с таким настроем что вы возможно испортите рисунок но вам нужно попробовать и благодаря этому настрою будет проще пробовать проще экспериментировать сможете легче себя отпустить в процессе но возможно получите какой-то интересный результат который потом по аналогии сможете применить в какой-то более сложной работе ну и вот у нас с вами получился такой красивый лев но я кстати изначально планировала что у меня пятно пойдет как-то вот там по диагонали например или что-то в этом роде но сейчас штриху и и не хочется мне эту диагональ пускать как-то мне больше нравится все таки вот законцентрироваться в центральной части сконцентрироваться заговариваюсь и буду следовать за своими ощущениями вот раз мне так хочется здесь сейчас сделать вот так будет так может быть еще чуть-чуть бы поштриховала здесь внизу и вот уже работа получилась более выразительная более такая насыщенная интересная единственное что вот я прям так смело пошла закрывать все вот эти участки вот здесь можно было бы больше вот таким штрихом поработать и тогда был бы действительно плавный переход от чуть более светлого к более темному в тени но и так тоже классно получилось рисунок получился более объемно выразительные принципе я результатом довольна и надеюсь что вы тоже не побоитесь попробовать что-то дополнить в таком рисунке если вы вырисовали со мной или в какие-то свои других рисунках не будете бояться пробовать что-то еще делать и получать свои результаты